У меня нехты, нехты, нехты. Почему? У тебя же есть курсы. Может, как-то. Учитывая, что здесь не такой... Улыбнись, Настя. Молодец. Учитывая, что здесь не такой большой потух. Давайте столкнемся. Здорово! Мы уже заканчиваем тренироваться, честно. Я себя так плохо сейчас не чувствую, что я решила Настю не тренировать. Я тоже чуть-чуть приболевшая. Я ее пожалела. Она меня пожалела, потренировалась сама. И дала ей сама потренироваться. Ну, я по чуть-чуть легко. Сколько сбросила Настя? Сколько спросите, она лучше набрала. Я набираю. Мы не сбрасываем, мы набираем. Зачем не сбрасывать? Насте спину, корона сзади. У нас пропорции... Настя любит очень хвалиться спиной. Мы очень много работали. Пропорции у нас меняются с каждым днем. И Настя приобретает заветную пропорцию буквой Х. Потому что раньше это была наоборот буква Л русская. Когда у нее спина была узкая. Сейчас у нее уже... Как обычный человек, смотрите. Да, обычная девушка. Которая... Которая мы боремся с генетикой. С тяжелой попой. Делаем легкую, изящную попу. А? А где ты махиваешь? Ты в тренажеры будешь делать? Ну, только на нижнем блоке ты не хочешь делать? Ой, спасибо, ребятки. Вас с наступающим. Вот. Поэтому сушка у Насти постепенно начнется после праздников уже. Вот. Есть что сушить. Поэтому... Хорошо мы набрали. Но вот я очень довольна. Верх очень хорошо у Насти вырос. Вообще прям... Молодчинка. Вот что значит режим. У нее был один грешок. За ней водился. Привет. За ней водился грешок. Она недовосстанавливалась. Потому что она очень плохо спала. Любила ночью потусить. Но когда все это было разъяснено, что ночью надо спать. Потому что вырабатывается гормон роста. У нас природный свой собственный. У нас идут восстановительный процесс. Если вы не досыпаете, то соответственно на результате это будет очень сильно сказываться. Вот Настя это все усвоила. И стала восстанавливаться. И соответственно пошли результаты какие-то. Вот. Чего еще вам сказать? Чего еще вам показать? Себя показать? Сейчас я до зеркала дойду, до какой-нибудь. Больше с нас ничего интересного нет. В зале очень много народа, как обычно. Очень много народа в зале. Толпы качков. Я плохо сегодня выгляжу. Очень, очень, болею сама. Все болеют. У меня от дочки похвалят. Я всегда с дочкой одновременно болею. Я всегда с ребенком болею одновременно. Днем, ночной волосы больше не буду наращивать. Я свои лечу. Мне очень нравятся волосы. Зачем я нарастила свои лечу? Надо было делать просто пряди. Вот. Если вы не досыпаете днем, не надо компенсировать. Это бесполезно. Надо именно ночью спать. Есть такой момент, как биологические ритмы. Да? Мы зависим от солнца. Мы живем на планете Земля. К сожалению, мы не можем бороться с этим. Правильно, Настя? Ну, они говорят, можно днем спать, если ночью не насыпаешься. Я говорю, есть такое понятие, как биоритмы. Какие-то определенные процессы в организме, которые происходят вне зависимости от нашего на то желания и согласия. Поэтому, собственно... А я здесь сейчас обратно гиперэкстендую. Я сейчас переложу туда, ладно, твои преимущества? Настя делает махи. Настя, поясницу жестко держи. Чуть ниже попробуй наклониться. У нас сегодня мороз и солнце, день чудесный. Настя все время ходит в штанах просторных. Но я могу сказать, что видите, у нее есть попа. Ой, спасибо. Ну, обычная такая красота. Ничего особенного, обычная. Я женщина, скажем так. Ничего такого прям уж не сверхъестественного. Ребятки, я сделаю у меня последний подходик. Я сейчас его сделаю. А потом и буду. О, Настя, возьми телефон, пожалуйста. Вон он, иди сюда. Ну да, уж нормально. Да, Настя, будущее фитнес-бикини. Настя уже практически. Только высушиться осталось. И держим. И дальше делаю обратную. Садний на. Открыли. А ты сейчас там разбегаться, а то каждый из Турции. И крутлю меня, открыли. Какая музыка еще. Тебя снимают. Только с крыши-то делаем. Что, ВКонтакте уже завтра плют? Да. Целикон поплыл. Что там? Что вы там меня снимаете? Ребят, честно, сейчас я приболела. Вообще 3 дня не принялась. У меня было недомогание. Вчера было 37,2. Мне вечером. Тебе блинчик оставить, убрать? А? А, ну все хорошо. Вот. Короче, я сейчас 3 дня не принялась, потому что я приболела. Сейчас вам скажу. Ну так нехило. Что-то у меня недомогание такое. Вот. Ну, сегодня вот решила пойти. Вообще 5-6 раз в неделю тренируюсь. Ну, у меня же когда... Слушка, у меня же легкие веса. Много повторка. Ну, говорят, что на луне есть жизнь. Но никто это пока не доказал. Что за глупости? Кто говорит? Где доказательства? Где, как говорится, подтверждения этого бреда? Вообще полного просто. Если бы я слышала все, что говорят, я бы сошла с ума. Честно скажу. Ну, школьницы ВКонтакте. Пусть уроки лучше учат. Говорят, если бы у бабушки был хер, она была бы дедушкой. Поэтому, как бы... Что еще могу... Как я могу еще прокомментировать эту ерунду? Школьников... Бреднейших школьников, школьниц под спасем. Я не комментирую. Поэтому... Мы занимаемся делом. Мы тренируемся сегодня с Настей. Курдует. Что интересно? Птичье молоко. Есть же такое конфеты птичье молоко? Кстати, маменька реально думала, что... Птичье молоко конфеты это, короче, птица там как-то из птиц его получает. Это птичье молоко. Кстати, вкусно блин, черт побери. Торт-то вкусно. Птичье молоко вообще, да? Бомбовое. Вы давно очень вкусно в жизни? А у меня S всегда SXS размер. Жарко сегодня, Настя, румяно. Жарко сегодня, да? Всегда жарко. У тебя последнее упражнение? Что? У Насте жуткие штаны, как штаны наклала. Я ее тоже ругаю. Вот у Насте был день рождения, и я подарила лосины. Хотя у нее и так без этого одежда. Спортивная была. Все припрятала? Ну, она все припрятала до того момента, как и... Хотя уже можно, в принципе, носить лосины. Ничего такого нет. Ну, я, честно говоря, сама люблю такие, такую срань носить. Ну, блин. Мне, кстати, мне, да, это она у меня, кстати, штаны эти увидела. Я, кстати, у меня это самое... Дима, кстати, я думала, что меня будет ругать, мой Диман. Но он увидел меня в таких штанах, я думаю, ну все, трындец. Потому что он меня ругает, когда я какую-нибудь ерунду одеваю. Он говорит, слушай, а тебе классно. Я так удивилась, потому что он не любит такую мотню. Настя будет есть творог на сушке. Да, будет. Сколько грамм? Творога? Ну, не больше 200. Ну, у меня сейчас 200. Мне тренер написал 200 грамм. У меня 150-200 грамм творога. Полкило курицы берем. Короче, я это путем уже сняла. Короче, Настя сейчас все будет показывать. Ну, смотря какая цель. Вы мышцы набираете, то углеводы кушите. Ну, с другой стороны, если вы мышцы набираете, то и кардио не надо делать. Если вы худеете, то явно белок и до и после. Погодите сейчас. Настя что-то помешивает. О! Музыка. А ты знаешь, что мне тут обидительные читатели сказали, что надо именно че замачивать, иначе нету толку. И льна тоже. И льна и че, да. Как? Вот опять я не могу. Я все творческими занимаюсь. Извешиваются меня. А, прикольно. А, прикольно. А, что делать? А спросите, почему он не разрешает вам молочкой есть? Почему он не разрешает вам есть молочка? Что с молочкой есть? Это очень странно. Какие проблемы с молочкой? А мне тренер разрешает молочку есть. Ну, ограничено, но разрешается. Ну, конечно, если, как ты говоришь, добирать весь белок из творог, это странно. Ну, весь белок из творога, конечно, нет, но чуть-чуть. Там перед сном, например. У меня написано перед сном творог, между прочим. Ну, ты знаешь, кто мне написал. Ну, как бы кто-то тренер. Наверное, знает. Наверное, знает, что делать. Отекаю. Ну, не знаю даже. Отеки вообще с молочкой. Я даже с диетологом говорила, с ней питание наше, которое у нас про вкус работает. Она все-таки с ученой степенью и достаточно такой авторитетный диетолог. Она говорит, что от творога невозможно отечь. Вот. Только от молока конкретно можно отечь. От творога нет. Ну, не знаю. Я не пью ни кефир, ни молоко. О, молоко вообще нельзя строить. Вот. Почему говядину нельзя? Не знаю. Митрина написала рыбу, курицу и все. Не, у нас мало на рыбу. У меня чередование. У меня чередование. У меня все по граммам расписано. Я, честно, даже не считала, сколько у меня там. Голока, сколько углеводов. У меня написано. Там, 10.00, 100 грамм каши. Там, 14.00, 200 грамм курицы. И вот я вот так ем. У меня все по расписанию. Я просто беру и кушаю то, что мне сказали. Готовлю на день вперед. Сразу отвариваю там. Все. Все как надо. Я не знаю, какой эффект с че. Нет какого-то эффекта. Просто мне вкусно. Они хрустят. Как это все добавляют. Мне приятно. Вечером. До нас никогда нет народа в зале много. У нас немножко другая концепция зала. У нас никогда не будет народа много. У нас очень дорогие объеменки. У нас типа люкс. Как это называется? Премиум. Класс. Вот. Гречка не ем. Мне не вилят. Мне вилят только рис. И овсянку. Все. У меня очень другой премьер. Стройда. Стройда премьера. Любим. Я не могу его подвести. Иначе мне скальпс не едет. Вот. Праздник работает. Нет. Мы 1, 2, 3 мы отдыхаем. Слава Богу. Со второго вордкласс уже работает. Слава Богу. Вордкласс со второго работы. Нам придется тренироваться в вордклассе. Потому что это невозможно просто. Но я не могу. Так долго не тренироваться. Значит. Надо будет мне 30-го. 29-30-го попасть на тренировку. 31-го. 31-го. Я пойду. Пойдешь? Туда. Вордкласс. Ну я думаю, что я тоже пойду. А почему вордкласс? А у тебя в какой вордкласс доступ, кстати? Нажитный. А у тебя нет в Капитолии? Надо в Капитолию пойти. Ну там можно, да. Пошли в Капитолию. Я в Капитолию пойду. Можем 31-го в Капитолию пойти. Я могу в Капитолию пойти. Неохота ехать на жизнь. Но так рядом с домом. Раз утречка. Микнуться. Потребиться. Ты берешь дорогой, можно еще купить. Я знаю, да. В любой. Ты в Капитолию взяла? Да. Ну те же рядом. Там зал, конечно, средний. Ну ладно. Я там полтора года отработала. Там подготовилась. Нормально. Я ж больше не подорачивала. Только туда. Поэтому ничего там. Нормально жить можно. Зал. Да к нам тренировки вообще в зал не выбирают. К нам вообще не выбирают. У нас как бы вроде есть. А вот. Ну вот тебе бы. У нас утяжелитель не сделать. А нет утяжелителя у нас. А резинку попробовать можно. Слушай, сейчас мы, короче, возьмем резинку. У меня есть. Ну подожди. Короче, самое слабое с сопротивлением. Сейчас попробуем. Настя, вот эта фиолетовая, мне кажется. Ну сейчас, короче, будем мудрить. Подождите, ребят. Сейчас мы берем. У меня виснет, блин. Ну не знаю, что мне трует. Сейчас будем мудрить, короче. Мудрить резинку приделывать на эту шнягу, короче, как-то. Орехи не кушаем. Меня не разрешает. У меня очень строгий тренер. Он ничего не разрешает. Так. Пробуем сейчас приделать. Кто-нибудь знает, для чего это делается? Кто-нибудь угадает? Для чего эта конструкция? Ну у меня чередование. У меня в один день 50 грамм, в другой 150 грамм. Поэтому у меня там все чередуется. У меня целый график питания. Пытать. Я говорю, для чего это пытать? Я правда не знаю. Тут не очень удобная киперэкстанция. Потому что она, видите, вот эта штука шевелится. И не получается. На, подожди. Только не снимай сейчас. Потому что это может сейчас быть все. Неправильно, да? Да. Надо попробовать. Котяну. Надо еще пить ее за штуку. Надо ее за штуку шутить. А на что мы еще на железо? Что, может, другое упражнение просто? Нет. Нет. Терриер сказала нет. Я муссовик-затейник. Я сейчас найду, куда при Шпандоре куплю. Ну что ж, попробуем скамейку. Ух ты! Попробуй. Нет, не могу. Слишком она короткая. А если между, у меня есть короткая резинка, если ее между ногами, то все равно будет напряжение? Ну, когда будут работать малые ягодичные, отводящие будут работать. Потому что ты будешь держать, она вот так у тебя между ногами будет. Ну, вот здесь в клее. Не, ну, а помпу не будет на ягодичной небольшой. На большой ягодичной небольшой. Подожди. Ну-ка. Вот это надо поднимать. Так. У нас вполне. Вот так вот нормально. Вот тебе собака здоровья была. А? Вот где была собака здоровья. Ну нет, вполне можно. Сейчас попробуем. Возвращаемся как можно. Нет у нас утяжелителей в зале. Надо купить утяжелители привезти. Да, Рома, где утяжелители? Да, я не знаю. Нету. У меня дома. Дома? У меня, кстати, дома были. Я их отвезла в World Class в Капитолии. Я же все взял, пожалуйста. А я в World Class в Капитолии отвезла свои утяжелители и там их оставила. Настя, ты подальше на край. Ложись. Да вот мы и пробуем. Может за стопы зацепить, кстати. Ну ты поняла. Очень удобно. Хорошо, что поедешь и будем. Ну да. Мы, короче, сейчас возвращаемся. Слушай, нам надо было утяжелители. Саша, потом надо собрать. Ну ты ноги вместе держи тогда. Попробуй. Нет, неудобно. Настя, ну делай, короче, без. Ну делай без ленты. Что теперь уже? Без ленты делай лучше, чем не сделать. Только я бы сделала с этой стороны чуть-чуть наклон поднимать. Да, нагрузка больше будет. Чуть-чуть поднять скамейку. Что-то можно вот так же сделать. Ну сделай. Поднять, жгут вот сюда и будет под наклоном выше же ногу. Все, короче. У нас уже пошла дискуссия. У нас дискуссия пошла, как все это делается. Да. Ты ложись прям, да, держись руками. Настя, ниже, чтобы у тебя полная амплитуда была. Ниже вот так, ага. Тебе неудобно, наверное, да? Да, хорошо. Можно коврик посвернуть. Вон он зелененький. Можно просто его свернуть и положить. Вот этот экспандер с ручками. И пошел. И пошел. Рома знает, как папамахи делается. Ниже, чем ниже. Ага. Ага. Спец, папа помахал. Надеетесь с новым тренером неделю. Ага. У меня много недели. У меня новый тренер для недели есть. Да, Настя, ты просто чтобы в нижней негативной фазе чтобы опускалась она достаточно низко. Почему тренера поменяли. Ну просто, как сказать, я не ко всем это хорошо отношусь. Просто в какой-то момент мало внимания мне, например, где-то было там. Какая-то подготовка к миру вообще практически там особо не было. Ну просто, когда большая команда, не всегда тебе достается внимание. Я такая капризная, что мне внимания много было. Уделяли. Вот. Я не люблю, когда мне внимания мало. Мне надо много-много-много внимания. Мне нужно быть постоянно под контролем. Потому что мне так комфортно. Мне нужен план. Мне нужно, чтобы мне писали еду, тренировки. Вот. У меня есть план. Если у меня нет плана, я делаю фигню. Ну вот просто я в какой-то момент теряю адекватность. И не могу сама себе там правильно подобрать нагрузку или там питание. А если мне написано четко там 100 грамм того, 200 грамм того, я прям... Мне вот очень удобно. Вот. И когда мне не пишут план, мне не очень комфортно. Почему Ярослав? Потому что Ярослава мой друг. Но она мне иногда помогала. У нее же не опыт больше. Иногда сейчас, когда у нее что-то спрашиваю, там, вот как ты думаешь мнение ее. Потому что она для меня очень такой опытный уже авторитетный спортсмен. Поэтому нового тренера мы не разглашаем до соревнований. Поэтому пока это все в тайне держится. Типа в тайне. Поэтому пока решили. До соревнований там, видно. Подарки все купили? Подарки все купили? Подарки все купили? Вот как Настюха, спокойных, без каких-то там эмоциональных взрывов и перепадов И которые к критике нормально относятся И вообще, в принципе, по жизни позитивные люди Мне с такими комфортно А люди, которые не входят в эти рамки Для меня, как бы, мне с ними работать некомфортно Мне, в принципе, без разницы У меня девчонки, с которых я тренирую, мы все дружим Это мои друзья, они мне подходят прежде всего как люди И по характеру, и по темпераменту Вот, и я никогда не выбираю каких-то потенциальных чемпионов Или там не ищу какие-то таланты или что-то Я просто работаю с людьми, с которыми мне комфортно, и все Помогаю девчонкам У меня нет цели, там, какой-то команды У меня нет работы создать какую-то суперкоманду или что-то Помогаю по мере нужды и возможностей Просто и общаюсь с комфортными людьми Да, да, согласна, согласна Человек делом занимается, работает и как-то развивается Тогда им нечем будет заниматься какой-то ерундой Я не люблю, честно, я не люблю, когда говорят гадости Там, про других девочек, про друга Для меня это просто ужасно, я не знаю Я любого человека в любом виде, в любой форме, в любом состоянии уважаю Потому что это человек И он трудился, и наверняка он, может быть, хороший человек Не люблю, когда говорят гадости Особенно про девочек, которые на сцене стоят Нужно быть добрый, нужно любить ближних Любить людей, любить семью свою Дело, которое ты делаешь Просто позитив по жизни Я сегодня утром говорила в трансляции, что То, что вы отправляете в космос, во Вселенную То вы получаете рано или поздно Если вы человек негативный, злословите Говорите гадости И вообще, в принципе, просто Видите больше черного, чем белого в жизни То это и будет вас окружать Мы не делаем так Настя делает обратно Настя, задержка наверху? Нет, никогда в жизни с Руденко никогда Почему? Нет, вообще нет Бодифитнес мне очень нравится Да, я бы хотела бодифитнес пойти Но у меня мужчина, да, мужчина Но я никак не малышка Малышка смотрит меня Привет, малышка Не знаю, как зовут Что-то там у меня спрашивают Я уже забыла Я просто за Настей слежу Я уже закончила тренинадцать Сейчас я поеду Милена Милена, привет Приветик Красивое имя Обычное У меня У меня уже кого-то как трениров Мне не... Настя, опять голову вниз У меня не это самое... У меня не Денис Гусев Нет, тренер У меня кого только уже не приписали Ё-моё Никого только не приписали У меня уже Ё-моё Кого еще? Мне скажешь У меня Денис Гусев Тренер Ну и что? Это не значит, что я буду готовиться? Да нет, ну, наверное Хорошие девочки, конечно Как говорит, кстати Руденко, как говорит Виталик, как он говорит У каждого додика своя методика Поэтому У каждого есть хорошие спортсмены И сильные Безусловно Что программа о ноди? Все? Нет, еще вот Отведение бедра Сиди, это у меня телефон Видимо, это у меня Отведение бедра Все Только мы сегодня не по программе Делали, потому что выпады другие у нас Блин, то есть Нет, мы все сделали Кроме первого Выпады-то по диагонали были Ну, по диагонали Нет, на Москве, наверное, нет Здесь раз на Россию Послушай, я на YouTube Ну, вы ему показали тренировку Старую, да, показала? Нет, не старую Но вторую А, ну ладно Давай Да ладно, хватит По этой тренировке Ладно Пока это сделаете? Пока это сделаете Это хорошее, мне нравится Эта вот, которую ты еще показываешь Она клевая Она клевая Настя, сколько вес там у тебя спрашивали? Я забыла 64 у тебя? 64-65 64, ну все уже, надо на этом установить 10 кг скидывает А он побольше? Нет? Ну, не знаю, в смысле от мяса останется Да, ну прям Я 55 ухожу Покажи, пожалуйста, тренировку еще одну Просит еще Вторую? Ну да Насте, да, будем волосы наращивать Ну мы, наверное, пряди сделаем Да Жалко Настя отращивает, как и я Мы будем пряди делать Я уже вчера попробовала Да, мне Ксюха писала, что-то Вот эти пряди вы говорили Так что будем с прядками делать На здоровье, девчонки Пойдем на сведение Дальше сейчас поедешь Да, я пряди сделаю, девочки, однозначно Я так волосы спорю Аня тоже готовится, там Перископ Аня тоже готовится Аня готовится с Усмановой Team Аня работает в команде нашей Усмановой А? Аня очень красивая попа Да ладно Сейчас мы все ее увидим Это ее Усманова укусила Попа вымахала резко Да я мажу, девчонки, у меня такое масло, кстати, классное для волос Не-не, керастаз я знаю Нет, вообще, бомбическое масло мне дали для волос Профессиональная косметика В салоне Я хожу в Камиле Альбейн Это вторая линия Жак Дисанжи Ну такая более молодежная Вот, хожу к топ-стилисту там Ну я к ней на самом деле ходила еще до того, как я нарастила Просто как я нарастила, я перестала к ней ходить А сейчас я к ней разворотилась Настя, кстати, тоже к ней ходит Сейчас Отправляет волосы Насте волосы пережгли Она их сейчас лечит и исправляет Но они у нее намного лучше стали Ну вот И мне дали просто нереально бомбическое масло Шампунь, бальзам и масло Просто нереально У меня волосы очень крутые от него Мне очень понравилось Я вам покажу, как он вот Сфоткали, перископ включу И оно просто супер Ну оно как в салонах продается, правда Ну мне подобрал мой мастер Просто исходя из состояния волос Что-то мне нужно Я не помню даже, как называется Какое-то американское Но у меня дома оно, я сейчас не покажу Ну я вам расскажу Олаплет что-то мне не пошло Я покажу вам масло, оно очень здорово Ты не покупала? Да, есть Вот это и сис, который Да, да Вообще классно Тебе понравилось? Мне очень понравилось Да Оно конфетами пахнет И оно для испорченных волос, конечно Для жженых А волосы сразу оживают Да Потому что Настя вообще была банка на голове И еще А у них тоже сейчас волоклек появилось Да, у них волоклек появилось Да, у них волоклек появилось Ты делала? Нет Нет, сейчас не делала Мне что-то один раз делала Уже не буду говорить У кого я не поняла У меня волосы такие жирные были Недели-две, наверное Не, не знаю, какие линзы, честно Мне кажется, Москве уже все подается, чем можно Вот, поэтому я это самое Волоклек сейчас мне не прошло только Да не, не будет видно со сцены Вы удивитесь, но многие чемпионки С огромными-огромными растяжками Никто их не видит Ну, они змеяться Но их можно убирать, кстати Очень клево Да, ну я покрасилась в одном месте Но мне плохо покрасили Но мне сказала Оксана, мастер моя Что это возможно из-за того, что Неправильная технология окрашенная была Ну я, ты знаешь, где покрасить Не пошла Растяжки же можно, кстати, убирать? Не убираются никак, но не смогут вообще А Иван мне сказала Он брет? Он брет, никак не убираются вообще У меня подруга на все тело фракцели делала Отдала тысяч, наверное, ну 300 примерно У нее растяжки по всему телу Вообще по всему Даже на икрах Она делала фракцели, она делала шлифовки И, кстати, в Артемеде в том числе Ничего Норм Ну как-то не менее заметно Но полностью их невозможно Это как шрам Ты можешь все отменить заметным Но полностью все брать нельзя Это же шрам Настя, шире Во Бикиняшечка А что про катут? Татуировки нельзя на соревнованиях Минусуют Снижают, безусловно Снижают А шрамы как-то? Можно задумировать? Да Ну, если маленькие можно Твои можно Пока же небольшие Да наживайте маленькие Да Ну, можно Пока вообще не нужно Бикиняшечка Да я болею Мне говорят свежая Я болею с температурой Пришла как Помятая Какая Ну, никому не говори Что я тренируюсь с температурой Че ты на меня палишь? Плохо не повторяйте так Это уж плохо Я тренируюсь Но я потому что Уже три дня или четыре Не тренировалась Очень большой перерыв Мне надо бы хотя бы Чуть На 3-4 делась Чуть у нас небольшие Да ничего не покупаешь? Придумала Да нет, скажешь 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 Ладно Настя, ну короче Я поехала А? Ну давай сделаем Я поеду Ладно, ребятки Я поехала Мне надо к дочке Дочка болеет Сейчас приедет педиатр К ней Вот И я поеду уже Ну с ребенком Побуду Еще надо поехать Подарки запраковать Новогодний подарок Дочка болеет Сейчас приедет педиатр Сколько калорий в одном белке в яйце? Ты знаешь, Настя, сколько калорий в яйце? В яйце? Да Сейчас скажу Здесь в одном белке в яйце Где-то калорий 10, наверное 8-10 А где белок? Нет, 44 10, да 10 калорий? Ну в одном белке яйца А что это? Без желтка Вы об этом говорили? Да Там где-то 40 граммов белка в одном яйце Ну белочка Короче, мы не знаем Не 8-10 это точно Это 10 А без желтка? Да Да нет Нет Мне народ пишет 17 А я не знаю Не 40 граммов белка лучше Нет, конечно Не 40 граммов Это 10 граммов белка Кто-то пишет 17-20 А в белке? В белке В белке 44 граммов белка Там же 5 граммов белка Есть 100 граммов А в целом Все запутались уже В целом яйце Я считала около 20 граммов белка В целом В целом яйце около 20 граммов А без желтка 5 граммов Говорят Белки 5 граммов А я не знаю Реально Не знаю Я вообще не знаю Мне тренер пишет Съедать на завтрак 6 яичных белков 6 белков И все Я даже не знаю Сколько там калорий Белка Надо посчитать кстати Так удобно Когда тебе пишется по граммам 20 граммов 10 граммов Ну стыдно Ну стыдно все Пойдем в чулан Закроемся и все Сейчас плакать будем Мне стыдно очень Есть хат секрет Можно там за битик посчитать Я на память не помню все Зато помню что в помидорах 8 граммов углеводов В капусте по моему 12-15 граммов углеводов Что еще я на память помню А в грудке А в грудке Ну давай В сыре 20 20 Да В готове Получается обычно 20 Да 20 Ну около того 25 больше Вот так вот Никто не помню вообще Даже на память Ладно короче Что Давай что селси Мы будем делать Пойдем Потому что я поеду уже Все Ребятки Всем пока Я с вами прощаюсь Я поехала болеть Я поехала умирать Всем пока Хорошего Субтитры